Если вы мне дадите таблок на начало, то мы можем начать. И тогда я примерно час, наверное, около часа вам буду рассказывать все, что у вас есть. И если у вас будут какие-то вопросы, потом сразу все отвечу. Можно, в принципе, вопросы задавать по ходу дела, если возникают какие-то внимания того, о чем я конкретно говорю, то всегда, пожалуйста, дайте мне об этом знать, и я постараюсь это объяснить. Мы, по-моему, второй раз только проводим семинар в вашем ВУЗе. Большое спасибо за приглашение и за то, что нашли время сегодня сюда прийти. Я первый раз рассказывала про то, как, в принципе, проводить поиски на платформе Web of Science, а сегодня мы так договорились, что я буду с тобой говорить про подбор журнал для публикации. Что такое международные журналы, как его, этот самый журнал для публикации, находить, на что обращать внимание и так далее. Поэтому сначала я вам расскажу, где можно найти про нас информацию. Я потом организатору, как обычно, PDF-файл этой презентации отдам. Поэтому у вас будут все эти слайды, так или иначе, и все наши контактные данные там есть. Я просто объясню, что конкретно вы там найдете. Ну, во-первых, я вас всех приглашаю на наши вебинары. Они у нас вообще доступные и бесплатные. Для этого нужно пойти на наш распроизводительный сайт, вот здесь адрес, выбрать закладку вебинары. И там подробно расписано, пошагово, как можно к ним подключиться, как мы их организуем. Вот уже через неделю, 18-го, по-моему, февраля, мы начинаем свой очередной заход с вебинарами. Мы их проводим каждый месяц. Стандартные у нас вебинары делятся на три серии. Каждая серия... Сейчас я посмотрю, есть ли, нет. Каждая серия задержит по три вебинара. Если вы проходите три вебинара одной серии, вы от нас получаете сертификат. То есть за один месяц вы можете от нас получить три сертификата от участия. Это просто на тот случай, если вас это интересует с точки зрения повышения квалификации или каких-то своих других соотношений. Про что эти вебинары? Вот как раз в первой серии вебинаров мы очень подробно рассказываем про все их поиски у нас на платформе. Какая информация у нас, в принципе, есть, как платформа устроена, что там можно найти и как это лучше сделать. Вторая серия вебинаров, она больше интересна людям, которые занимаются... Спасибо большое. На логомедрии и, например, выстраивание научной политики организации, то есть университета. Мы там очень подробно рассказываем про свои аналитические, прежде всего, инструменты. Как статистику забирать, как создавать отчеты и так далее, и так далее. И третья серия вебинаров у нас посвящена вот тому, про что мы сегодня будем говорить. О подготовке и публикации как-то заворачивайтесь в принципе, потому что я думаю, что мы будем долго сидеть. Да, потому что там в компьютере мы мало что будем делать. Я сделаю небольшую демонстрацию, но тем не менее. Так вот, третья серия вебинаров, она посвящена тому, как готовить публикацию для международных журналов. На что обращать внимание, какие журналы бывают, чем англоязычная научная публикация отличается от русскоязычной, как это можно задействовать наш дюблиографический менеджер и так далее, и так далее. Кроме того, у нас есть довольно большая подборка различных обучающих видео, как коротеньких, так и длинных подробных, у нас на русскоязычном канале на YouTube. Канал называется Web of Science по-русски, и там вы найдете, в частности, кстати говоря, очень подробное видео, про то, как работать с нашим библиографическим менеджером EndNote, который очень рекомендуется в использовании, когда вы готовите именно статью, потому что он позволяет вам сразу же вносить ссылки из своей библиотеки в EndNote в том стиле оформления, который необходим, и там это по шагу рассказывается. Ну и, собственно говоря, вот тоже по журналу там есть довольно много всего, так что приходите, эти видео всегда в доступе. У нас есть также англоязычные ресурсы, про них я сейчас подробно говорить не буду, просто имейте в виду, что они есть, и вот, как я уже сказала, на слайдах у вас все это останется, так что вы сами туда сможете сходить и посмотреть, что там есть конкретно. Ну и, насколько я нахожусь в университете, мы всегда сообщаем всем заинтересованным людям об этом, что у нас сейчас есть небольшой дистанционный курс, который может использовать, в принципе, любой человек, там можно только зарегистрироваться, вот ссылка для регистрации здесь тоже дана. Он сделан по типу курсера, то есть это небольшие видео с интерактивными заданиями, в соответствии с небольшими призами, и любой может быть участник, для кого это может быть полезно. Это, на самом деле, может быть полезно, например, для регистраторов, аспирантов, для людей, которые уже начинают заниматься научными исследованиями, и, соответственно, им в этом необходимы какие-то информационные ресурсы. Вот это видео и этот видеокурс, он хорошо, в этом смысле, дает такие азы использования нашей платформы. Про что конкретно мы сегодня с вами будем говорить? Мы с вами будем говорить про то, что такое международный журнал наручный, чем они отличаются друг от друга, как выделить хищника и не иметь с ним дела. Это сейчас очень большая проблема, особенно в гуманитарных и социальных науках, и про это мы по этому подробно поговорим. Я немножко расскажу про то, какие геогенетические показатели есть вообще, для того, чтобы у вас было какое-то представление более общее про то, вообще зачем эти показатели есть, и как их можно использовать в своей повседневной жизни. Ну и, соответственно, я скажу про четыре способа подбора международного журнала для своей компликации, которые есть на нашей платформе. То есть это вот все то, что мы можем предложить нашим пользователям в этом смысле. Во-первых, что такое наша платформа? Скажите, пожалуйста, на них не пользуетесь присутствующим. Вот пользуетесь, потому что пока есть доступ, но и он останется, соответственно. Я расскажу сегодня, как можно зарегистрироваться, и можно использовать, собственно, платформу не только в стенах университета, потому что мы предоставляем доступ по IP-адресам организаций. Это означает, что только сотрудники соответствующей организации могут пользоваться нашей платформой. Но есть один трюк, который позволяет использовать платформу не только в стенах организации, но и, думаю, как угодно, и трюк очень простой. Если вы оформите себе личный кабинет, собственно, на платформе, с рабочего компьютера организации, дальше вас система будет распознавать, как сотрудники этой организации, и, соответственно, у вас появляется удаленный доступ. Поэтому просто сделайте такой личный профиль, ну и, соответственно, дальше уже пользуйтесь нашей платформой. Зачем мы существуем вообще? Мы сейчас не единственная такая платформа, но мы самые старые, самые считаемся строгые по отбору журналов как раз. Что мы, собственно, делаем? Мы являемся оперативной базой данных. Вот если кто-то помнит, такой был журнал РЖ, реферативный журнал в Советском Союзе, да, это вот ровно тот же самый принцип. То есть изначально мы являемся таким глобальным библиотечным протологом. Реферативная база данных называется потому, что изначально не было плана делать полнотекст. Но сейчас мы больше и больше, все больший процент наших документов делаем полнотекстовыми. Но, соответственно, это как бы отдельная история. Но что мы собираем сюда в платформе? Мы собираем вот такие, условно говоря, библиотечные карточки, записи, публикации, основываясь на подборе журналов. Сразу скажу, что для того, чтобы оказаться у нас на платформе, журнал ничего не платит. Мы не являемся издательством. И у нас нет своих журналов или нет своих журналов. То есть у нас личный конфликт интересов в этом смысле журналов не отсутствует. И для того, чтобы журнал оказался у нас на платформе, он должен сделать простую вещь. Он должен пойти на англичный наш сайт. Там прописаны 28 критерий научного качества. Если журнал считает, что он соответствует этим критериям, он прямо на сайте подает заявку нашему международному редколлегию. Дальше она довольно медленно опрабатывает заявку, потому что это, в общем, работа со всем миром. Но, тем не менее, это единственное, что журнал должен сделать. То есть он должен сказать, что он хочет попасть к нам в базу данных. И дальше же редколлегия, соответственно, смотрит, насколько журнал действительно соответствует этим 28 критериям. Кстати, 24 из них являются чисто техническими. Ну, то есть у журналов может быть ИССН, у него должна быть периодичность выхода, и так далее, и так далее. Вот такие вот чисто издательские вещи. Только 4 из них, 4 из этих 28 критерий, это критерии так называемой научной влиятельности. Это те критерии, которые необходимы журналу, если он хочет получить импакт-фактор. Значит, про которые мы сегодня подробно поговорим. Что это такое, зачем ему дается. Так вот, наша платформа является таким фильтром. После прохождения фильтрации, если журнал подает такую зарядку, и мы ему принимаем в базу данных, то вот сейчас, ну, грубая оценка, в мире существует порядка 100 тысяч научных журналов. Естественно, это очень приблизительная цифра, никто точно не знает, сколько их. Но сейчас у нас на платформе, вот в нашей центральной коллекции, Web of Science 4 Collection, примерно 21 тысячи научных журналов. То есть, считайте, что это лучший журнал на научный мир. Еще раз повторяю, что мы не являемся издательством, у нас нет заинтересованности лично и продвигать или не продвигать журнал. Журнал нам ничего не платит, у нас продуктом является как бы строгость подборной базы данных, да, и потом мы эту базу данных продаем. Вот сейчас мы это можем продавать либо организации конкретные, да, но в России действует национальная подписка, ну и, соответственно, в рамках этой национальной подписки все научные организации России подключены. Теперь очень важная информация. Сейчас, поскольку попадание в нашу центральную коллекцию сразу повышает статус журнала, он становится как бы более привлекательным, а, к сожалению, бывает такая ситуация, что журнал несколько начинает употреблять этим статусом, то есть он начинает с собой торговать как бы, да. И так, чтобы это не происходило, у нас сейчас придется указать в журналах нашей центральной коллекции, который является испытательным сроком для журналов. В течение двух лет примерно и больше наша лет коллеги следит за тем, как журнал себя ведет, на самом деле по всяким внешним признакам обычно это довольно понятно. И может быть такое, что журнал может быть исключен дальше из нашей центральной коллекции. Я сегодня покажу, где можно посмотреть список исключенных журналов, кстати говоря, потому что это довольно важная информация тоже. Здесь вот важная вещь вот какая. Одним из таких внутривлений, как бы не очень этичным использованием информации, является вот что. Журнал может сообщить, что он находится в Web of Science. Вот это очень хитрая фраза, обращайте на нее внимание сразу, потому что публикация в Web of Science, на самом деле, это не любая публикация во всех-всех журналах, которые находятся во всех-всех базах данных, которые у нас есть на платформе, а у нас их 16, да? То есть их очень много. Публикация в Web of Science считается только та публикация, которая сделана в одном из журналов, которые входят в одну базу данных, основную нашу базу данных, Web of Science for Collection. И журнал может написать, технически это правда, например, что он находится на платформе Web of Science, и он может находиться в одной из этих вот других баз данных, да? Но он не находится непосредственно в Web of Science for Collection. Поэтому, если журнал такое пишет, сразу идите к нам на платформу и проверяйте, где он, собственно говоря, находится. Это очень важная штука. Из чего состоит эта самая центральная коллекция? Вот она здесь, вот в зеленом круге. Она состоит из так называемых, вот сейчас довольно часто и по-русски, очень некорректно называют индексами, просто берут как английское слово индекс и делают его таким русифицированным, да? На самом деле, это некорректное использование, просто по одной простой причине. По-русски индекс означает какой-то показатель, в то время как английский индекс, который здесь есть во всех этих шести названиях, это указатель, перечень, то есть список. Значит, список чего это? Вот первые четыре списка – это указатели журналов. Я сейчас про них расскажу, чем они отличаются и почему они разбиты на четыре, собственно, группы. Пятый указатель – это указатель монографии. Монографии можно тоже поддавать к нам в ряд коллег, имейте в виду, у нас, опять-таки, на англоязычном сайте прописаны все требования, а монография не обязательно должна быть на английском языке, только мета-данные должны быть на английском языке, соответственно, но монографии там тоже могут быть. И последнее – это conference proceedings – это материалы конференции. Про них я сейчас сразу же скажу такую вещь, тоже важную. Довольно часто, опять-таки, конференция на своем сайте может своим предполагаемым авторам сообщить, что наш сборник будет проиндексирован в Web of Science for Collection. Вот это сразу некорректное утверждение по одной простой причине. Значит, мы материалы конференции принимаем к нам в центральную коллекцию по другим принципам, чем с журналами. То есть, если вы печатаетесь в журнале, которые уже входят в нашу центральную коллекцию, это означает, что ваша публикация будет автоматически индексироваться у нас на платформе. С этим все в порядке. Но для материала конференции они проходят эту процедуру каждый раз заново. Ну, то есть, про будущий свой сборник конференция не может обещать, что он будет проиндексирован. Понятно, что если несколько предыдущих сборников были проиндексированы и были включены в нашу центральную коллекцию, с большой вероятностью и следующий войдет. То есть, вероятность повышается очень сильно. Но, тем не менее, такого гарантийного обязательства, как конференция, давать не может. Вот это просто тоже имеется в виду. Что же за четыре маленьких показателя? И почему они разные? Значит, первые два из них выделены там такой рамочкой, там стоят буквки ИФ. ИФ – это импакт-фактор. Журналы с импакт-фактором у нас входят только в первые два журнальных указателя. Во всех остальных двух журналы не имеют импакт-фактора. Сейчас расскажу, почему. Значит, самый первый указатель – это указатель, куда входят журналы, относящиеся к точным, естественным и техническим наукам. Ну, наверное, данные устроить не особо интересно. Но второй указатель – это как раз то, что вы ищете, а это – social sciences, это общественные, так называемые, социальные науки. Туда входят журналы, лучшие по своим областям, для которых рассчитывается импакт-фактор. Социальные науки – это у нас очень широкий такой охват, это очень широкая, действительно, категория. И вообще, по категориям мы сегодня поговорим. Третий указатель – это лучшие гуманитарные журналы мира. Мы для них не рассчитываем импакт-фактор, потому что чисто гуманитариев, под чистыми гуманитариями я имею в виду, например, искусствоведов, мусковедов, то есть люди, которые занимаются такими очень, как бы сказать, описательно-теористическими науками, мы для них не рассчитываем импакт-фактор по одной простой причине. Импакт-фактор – это показатель цитируемости журналов. То есть чем выше импакт-фактор журнал, тем лучше он цитируется. Цитирование в чисто гуманитарных областях совершенно иначе устраиваются, там люди ссылаются не на последние какие-то статьи исследования, они, как правило, ссылаются на классические труды, и цитирование растет крайне медленно, то есть импакт-фактор для них, в общем, рассчитывать довольно бессмысленно, поэтому мы этого и не делаем. Но по другим критериям это все равно лучшие гуманитарные журналы мира. И вот четвертый указатель, который там обведен пораньше, но он, который называется emerging sources, что в переводе новые источники или новые журналы, это указатель, который появился очень несколько лет назад, благодаря ему сейчас у нас на платформе появилось довольно большое количество российских журналов, и это вот тот самый испытательный срок журналов, о котором я говорила. В этот указатель сейчас включаются все новые для нашей коллекции журналы, где в течение двух лет они проходят этот испытательный срок, чтобы мы убедились в их качестве. Соответственно, какие дальше могут быть опции с этими журналами? Если с ними все в порядке, настолько в порядке, что у них цитируемость растет и вообще все замечательно, то они могут перейти в один из старших указателей и, соответственно, получились ипок-фактор. Либо, если с ними все не в порядке и редколлегия это замечают, то они исключаются из центральной полиции вовсе, но в общем-то в случае, по-саму деле, с ним происходит такое зависание вот в этом четвертом указателе, когда журнал находится в нем, но ипок-фактор для него не рассчитывается, но он там просто как бы замирает. Ну, в общем и целом, это вот такой способ попадания новых журналов в журналную платформу. Благодаря именно этому указателю у нас сейчас на платформе примерно 360 российских журналов. То есть, если говорить о том, какого количества российских журналов у нас входит в центральную полицию, то есть примерно 360. Какие-то вопросы есть на этом этапе? Наш университетский журнал подали все ясно? Я думаю, не так, не вопрос. Вопрос к вашему журналу. То есть, спросите, задайте просто им этот вопрос, потому что мы... Скажите, пожалуйста, а вот в рубрикатах гуманитарной науки, там есть какой-то рубрикат, допустим, по каким-то отраслям права? Есть. Значит, вот про категории я вообще буду говорить отдельно сегодня, потому что у нас вообще, в принципе, этих категорий 254, насколько я помню, на данный момент, то есть им очень большое количество. Сразу уж, коли вопрос возник, я хочу вам сказать, что... Смотрите, я про это буду очень подробно говорить, когда я буду говорить про... Ну, в смысле вы останетесь до конца и вы не останетесь. Понятно. С категориями дело хитро. Значит, во-первых, когда вы выбираете журнал, обращайте внимание, каким категориям этот журнал приписан. Журнал может быть приписан в больше, чем в одной категории. Для каждой из этих категорий может быть там разные бутфакторы, разные партии и так далее. То есть, во-первых, один из таких полезных советов это смотреть на весь набор категорий, которые, в принципе, вас могут заинтересовать. Например, что я имею в виду. Если вы, скажем, занимаетесь какими-нибудь экономическими французами, то есть, какими-то вещами, которые связаны с... Ну, не важно. То есть, вы занимаетесь какими-то вопросами, которые могут выходить в другие дисциплины. Это означает, что и в этих других дисциплинах вам очень не смысл посмотреть журнал. То есть, они не ограничиваются вот такими прям жесткими рамками. Но я просто еще раз повторю, у нас здесь 54 категории, и там, конечно, довольно много. Вот если говорить о том, какие еще у нас есть базы данных, вот здесь они присутствуют по беремену этого зеленого полка, который означает центральную коллекцию. Я, на самом деле, остановлюсь только на одной из этих баз данных, чтобы тут подробно говорить. Скажу только вот об этом. Это вообще региональная полка наших баз данных. Они у нас там есть корейские, китайские и так далее. И вот есть русская полка, так называемая World Science. Это RSCI. Туда журналы подбираем не мы, не наши редколлеги. Этим занимаются наши факторы и лайнеры. Вот Национальная электронная библиотека России, которая вам оберега, как хорошо упакована, занимается отбором лучших российских журналов с их точки зрения в этот региональный указатель. Значит, как вы соотноситесь к центральной коллекции, чтобы вы сразу понимали. То есть, может ли засчитываться публикация в RSCI, как публикация в Web of Science? Короткий ответ – нет, не может. Это два разных направления. Но, на самом деле, все сложнее, как обычно. Некоторые журналы могут входить и в центральную коллекцию, и в RSCI. То есть, вот просто для себя смотрите, куда входит журнал, где он индексируется. Если, соответственно, журнал входит в центральную коллекцию, то да, тогда это будет публикация в Web of Science. Значит, сейчас в RSCI у нас находится 777 российских журналов. Еще раз повторю, которые из них входят и туда, и сюда. И вот RSCI – это единственная база данных у нас на платформе, где можно поиски осуществлять по-русски. То есть, там можно честно все это делать по-русски. Правильно ясну сразу. Вот примерно так соотносится RSCI и центральная коллекция. И, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы по журналу, находящемуся в RSCI, то направляйте их сразу в E-Line, или не к нам, потому что, еще раз повторюсь, что мы занимаемся оборудованием. Ну вот теперь, наконец, мы переходим непосредственно к данным журналам. Бывает, на что обращать внимание. Значит, первый очень важный такой признак журнала – это бизнес-модель, которая позволяет журналу, собственно, финансировать свою деятельность. Что это дает нам, для чего про это знали, собственно, автору? Про это нужно знать автору прежде всего потому, что от этого зависит, платит ли автор за публикацию или нет. Сейчас, ну, как бы, есть такое мнение, что публиковаться можно только за деньги. На самом деле нет. Все еще существует огромное количество традиционных журналов. Что такое традиционный журнал? Это тот журнал, который финансирует себя через подписку. Когда, соответственно, подписчики покупают эту подписку, получают доступ к контенту журнала, для автора это означает, что он ничего не платит за публикацию. Таких журналов все еще очень и очень много. Значит, это самая первая, собственно, историческая модель финансирования журнала, поэтому она называется традиционной. Но даже традиционный журнал, поскольку сейчас мы живем в эпоху, так называемой, революции открытого доступа, постепенно переходят уже и гибридные модели. Это тогда, когда некоторые публикации в этом журнале могут выходить в открытом доступе, и тогда автор уже платит авторский взнос за такую публикацию. И есть журналы, которые являются чисто журналами открытого доступа, и вот там вы видите такую тревожную красную стрелочку к хищническим журналам. Возникает вопрос, являются ли все журналы открытого доступа к хищникам. Конечно же нет. Огромное количество добросовестных журналов открытого доступа, это просто способ финансирования себя. Вот в журналах открытого доступа автор в 100% случаев платит так называемый авторский взнос. И именно поэтому сейчас это становится такой темой, потому что, как вы знаете, авторские взносы достигают больших сумм, и, естественно, нужно понимать, кому вы платите эти деньги. А что у нас с хищниками? Все хищнические журналы поисценируют себя как журналы открытого доступа, но фишка, так сказать, заключается в том, что они даже не являются в чистом виде научных журналов. Почему? Потому что для того, чтобы научный журнал считался таковым, он должен соблюдать некоторые критерии научного качества и процедуры. Что это за критерии? Во-первых, это проверка на плагиат. Этим занимаемся не мы. Этим занимается сам журнал. Во-вторых, рецензирование – это круглый камень в деятельности любого научного журнала. И первый признак того, что журналам что-то не в порядке, если журнал вам обещает публикацию в супербыстрые сроки. Это означает, что никакого качественного рецензирования в нем в принципе нет. Сейчас у международных журналов процесс рецензирования занимает от полугода до года иногда больше. То есть это объективно очень медленный процесс. Если журнал вам говорит, публикуйтесь у нас, опубликуем вас через пару недель, это прямо сразу уплотнёт признак. Ну и, соответственно, что ещё важно для авторов, чтобы вы сразу понимали, почему не имеет смысл с таким журналом иметь дело, потому что у хищников ещё не хранится архив. То есть формально они себя позиционируют как журнал, это означает, что ваша статья будет всегда как в доступе, будет видна коллегам и научному сообществу. На самом деле нет. Пройдёт какое-то время, и ваш статью его нужно будет найти. Потому что архивы толком в этих журналах не хранятся. То есть они ни по каким признакам, в принципе, не являются научными журналами, они являются финансовым предприятием. Собственно, очень простая история. То есть они зарабатывают деньги. Это очень большие деньги сейчас в издательском деле, и поэтому таких журналов становится, к сожалению, всё больше и больше. Возникает вопрос. Есть ли какие-то надёжные списки, которые вы можете посмотреть и понять, что журналом всё в порядке? Ну, неким аналогом такого списка является, собственно, наша платформа, поэтому мы не существуем, да? Собственно, в этом смысл у нашей платформы. На самом деле даже у нас бывает ситуация, как я уже говорила, что журнал может быть исключён из центральной коллекции, потому что журнал может начать вести себя недобросовестно. И, соответственно, если это выясняется, то это может произойти. То есть гарантированных списков нет. И опять-таки, чтобы вы... Ну, я сейчас нахожусь в юридическом месте, вы это отлично поймёте. Значит, была такая попытка создать такой список «Чёрный журнал хищников». Была она предпринята вот этим замечательным человеком, которого зовут Джеффри Билл. Он до сих пор с ним всё в порядке. Он работает в университете в Колорадо. И у него должность называется «Библиотека-исследователь». То есть он по роду своей деятельности занимается исследованием журналов. И он когда-то, в 2012 году, начал этот проект и начал вести такой «Чёрный список хищников». Куда он... Это известный очень список. Он до сих пор ищется в виде фишированной версии. То есть он не обновляется с 2017 года. Но я бы очень рекомендую его найти. По одной простой причине. Там всё ещё огромное качество полезной информации. Сейчас я, например, скажу прямо в случае из практики, чтобы вы понимали, что он действительно действует. Здесь вот этот список называется «Бензлыст». То есть если вы это просто в поисковике наберёте, то он вас выведет в старой, не обновляющейся версии. Почему я перестал вести этот список? По одной простой причине. Ему завалили судебными истинами. Бороться с такими журналами довольно сложно, потому что они могут подойти. В обратную сторону это почти не действует, потому что невозможно выяснить, а кто стоит, собственно говоря, за этим журналом, за этим предприятием. Там, как правило, среди запутаны. И, в общем, в какое-то время я просто махнула этой рукой и перестала этим заниматься. Но почему я иду и найти этот список? Несколько месяцев назад мне написал человек, что вот я опубликовала две статьи в журнале, которые входят в центральную коллекцию, какой-то итальянский журнал, и я не могу найти свои статьи, в чём дело. Ну, мы начали смотреть. И выяснилось совершенно удивительно, это пошли детективные истории. Это сейчас очень распространённая практика. Действительно, вот такой журнал и остаётся у нас в базе. С ним всё в порядке. Ну, там какой-то скромный, маленький журнал итальянский, четвёртого квартиля, по-моему. И именно у таких журналов такое и происходит, меняли сайт. То есть сделали зеркало сайта, ну и, соответственно, все авторы считали, что они посылают статьи в этот журнал. На самом деле, они посылали это хищникам. И, естественно, дальше статьи терялись в интернете, и, собственно, найти их уже было невозможно. Ну, вместе со статьями, как вы понимаете, посылались ещё и деньги в виде авторского взноса. Почему я сейчас про это рассказываю? Потому что вот этот журнал, как взломанный, то есть, как журнал, у которого украли сайт, значит, самый список билов. Вот в этой старой даже инверсии. То есть там до сих пор действительно довольно большое количество всякой полезной информации. Сейчас я вам покажу два скриншота. Вот первый скриншот. И сейчас мы проверим вашу интуицию. Значит, вы мне скажите, с каким журналом всё в порядке? Вот это первый журнал. Ну, я так немножко буду переключать. Это второй журнал. Как вы считаете, какой из них производит более надёжное впечатление с вашим журнением? Два лет пока было. На месте есть пара здоровья, если читаете, не так. Да, ну там, соответственно, с другого лета, почитайте. Сварка, курс, в автономии, то есть. Я не знаю, что, к сожалению. Сварка, курс, в автономии, то есть. Здоровье, то есть. Это только первый, что за секцию. Окей, хорошо. А с этими добавим всё? Значит, вот этот журнал, который вы сейчас видите, это хищник. Сейчас будем говорить про то, как их опознавать. Вот оттуда пришёл ответ, конечно же, второй. Вот слово «конечно» я бы вычеркнула, но просто по одной простой причине. На глазах, в принципе, довольно сложно обосновать. Нужно просто иметь некий комплекс признаков, которые вам позволят, так сказать, как-то анализировать журнал. Ну и потом, поскольку я уже не первый раз такой опрос провожу, я вам скажу, что в разных аудиториях люди очень очень по-разному считывают информацию. Бывают аудитории, где люди говорят точно о первом хищнике, а бывают аудитории, где практически столько осынок говорят точно о второй. Это вот совершенно варьируется. На что же обращать внимание? Во-первых, обращайте внимание, ну вот если вы конкретно этот сайт откроете, а он всё ещё действует, вы увидите там довольно большое количество всяких разных небрежностей. С одной стороны, это просто как признак, но с другой стороны, как я уже сказала, сейчас хищники становятся всё более испытательными, они могут просто украсть совершенно хороший сайт, и там всё в порядке будет без всяких небрежностей и так далее. Поэтому сам по себе это не то, чтобы такой стопроцентный признак. Но, обращайте внимание, во-первых, на название журнала. Вот здесь он удаётся. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. Это очень широкий охват тем. В одном журнале, например, «Хищничество» на сайте, значит, совершенно замечательная фраза, публикуем статьи по всем направлениям исследования. Вот если журнал указывает такой широкий охват, я доплатил признак сразу, потому что сейчас журналы конкурируют очень сильно друг с другом, они, как правило, занимают какую-то нишу и пытаются в этой нише существовать. Поэтому эта ниша должна быть очень узенькой, в общем, большого счёта. То есть, конечно, существуют какие-то журналы, там, не знаю, журнал номер один, два, вроде Science and Nature, они публикуют действительно очень широкий охват исследований, но у них есть своя специализация. Специализация заключается в том, что они публикуют лучшие исследования мира. То есть, там публикуются люди уровня нобелевских лауреатов, и это совсем другая специализация. Как вы понимаете, обычный канал такой специализации дневник. Затем, обращайте внимание на всякие вот эти циферки, которые здесь даются. Если вы откроете сайт этого журнала, то вы увидите там вообще просто буйство красок и мигальных. Там всё такое в баннерах, значит, и призвано схватить внимание моментально и дальше удерживаться в понимании этими самыми циферками. Вот эти циферки – это тоже плохой признак, потому что, ну, это знаете, как если вы идёте, например, к какому-нибудь не очень, как бы сказать, серьёзному доктору, но который хочет очень много денег, у него обычно на стене висит огромное количество сертификатов, да, там, о прохождении таких курсов и сяких курсов и так далее. Вот это ровно то же самое дело. Мы сейчас, кстати, цифры будем говорить, потому что все они очень просто проверяются, и нужно уметь, собственно говоря, их проверять. Вот сравнительная табличка нормальных журналов с, собственно, нежурналами, да, с мошенниками. То, что выделено здесь красным, это является стопроцентным признаком хижнического журнала. Всё остальное – это по совокупности признаков, значит, что является стопроцентным признаком недобросовестного издания. Ещё раз повторю, это сверхбыстрые сроки публикации. Это может означать только то, что журнал либо не журнал, либо он плохой журнал. Никаких других вариантов быть не может. Рецензирование. У хищников не бывает нормального рецензирования. Ещё раз повторю, что нормальный международный журнал сейчас процесс рецензирования может занимать от полгода до года и больше. Сложно найти рецензентов по этой теме, конкретно по этой теме. Рецензенты выполняют эту работу совершенно бесплатно и в дополнение к своей основной обрузке, чтобы написать хорошую рецензию, как вы сами знаете, требуется время, ну и так далее, и так далее. То есть это реально объективно очень сложный процесс, а кроме того, хотя ещё и должна дорабатываться по результатам этой рецензии. То есть, в общем и целом, никаких быстрых прохождения рецензирования не обещаться тоже не должно. Редколлеги. Сейчас я вам покажу случаи, которые очень хорошо показывают, почему очень внимательно нужно всегда читать списки от коллеги в журналах, как-то ни странно, хотя казалось бы, какая-то информация, да? И метрики. Вот те самые метрики, мы про них сейчас подробно поговорим, как их проявляют, что они означают. Какие ещё признаки, на что нужно обращать внимание? Ещё раз повторю, специализация журнала, да? Имейте в виду, что она всё-таки должна быть. Соответственно, доступ к архивам. У нормального международного журнала должен быть нормальный доступ к своим архивам, потому что это, кстати, один тоже из важных моментов по аналитике журналов. Вы должны заглянуть в эти архивы, посмотреть, что там публиковалось, да? Посмотреть, что это за статьи и так далее. Ну и оплата. Важный момент. Если мы говорим про нормальный журнал открытого доступа, то оплата всё-таки осуществляется после прохождения рецензирования, а не сразу, как это естественные хищники вас попросят. Значит, редколлеги. Почему это важная информация? Вот ещё один интересный пример взломанного журнала. Значит, опять-таки, есть совершенно нормальный, маленький, скромный журнал, который называется «Вульфения». Он австрийский, как будто бы там, ботанического сада. Но, в общем и целом, как я уже сказала, с такими журналами не очень заметно такое происходит. Вот у них тоже упрали сайт. Соответственно, если вы сейчас будете набирать в поисковике «Вульфения», то первая же ссылка, которая будет выброшена, это ссылка на мошеннический сайт. Казалось бы, безвыходная ситуация. То есть, вот вас туда мукинуло, собственно говоря, поиском в интернете. Как же понять, с кем вы имеете дело? А вот загляните как раз в закладку, которая называется «Tutorial Word». Вот здесь она. То есть, редколлегия. И там вы увидите просто совершенно такую замечательную историю. Ну, во-первых, редколлегия производит, опять-таки, очень предоставительное впечатление. Много людей из разных стран. Это не должно смущать. Здесь нужно очень внимательно почитать, что там дальше написано. Во-первых, здесь ужасно забавное имя у главного редактора. Профессор доктор Вьена Шварц. У немцев нет такого имени. Вьена. Но даже если вы... То есть, это уже издевательство полное, потому что, еще раз повторю, что журнал австрийский, да? То есть, как бы, тут ассоциация понятная. Но дело даже не в этом. Может быть, был бы один такой человек с таким странным именем, но тогда вы его должны найти по интернете. Вы его не найдете. Этого человека не существует. Все то же самое происходит со всеми основными членами этой редколлегии. Они здесь... Более того, если мы говорим проще, на редколлегии, основная функция — быть доступным меню и авторам. Вы их должны на помощь искать. И обязательно должна выказываться аффилиация человека. То есть, недостаточно сказать, что он с такой стороны, такого-то города. Обязательно должно быть ясно с самого начала, какая должность, где он работает и так далее. Ну и просто повеселить вас, например, если вы внимательно будете читать, вот здесь человек из Новосибирска, из России, под названием «Хлавя Кулчану». Это такое совершенно... Ну вот и все остальные имена примерно такие же, только как и пародирующие всякие разные языки. Поэтому возникает вопрос, если они украли сайт, почему они, собственно, не оставили старую редколлегию? Ответ очень простой. Редколлегия — это способ быстрой связи с журналом. Соответственно, если вы оставляете тех же самых людей, которые в реальной бюлфете работают, очень быстро выясняется, что что-то не так, с этим журналом. Вот и все. То есть, как раз этот редколлегия сделана для того, чтобы журнал невозможно было найти. То есть, вот как я уже сказала, судиться с ними невозможно, поэтому вы не знаете, кто эти люди, где они сидят и так далее. С чего начинается общение с фишником? Я попробовал найти на улице языка, но ссылка на ссылки все идут на Ландерский музей Канитен, то есть на музей Канитен. Я могу потом с вами попробовать найти. Нет, первая ссылка, насколько я помню, я просто этот журнал лично, так сказать, искал, поэтому там выводилась ровно как раз это мошенничество, ссылка. Но тут дело даже на конкретном журнале, как вы понимаете, дело в принципе, просто имейте в виду, что вы таким образом это проверяете. С чего начинается общение с фишником? Как правило, это общение начинается с пригласительного письма, которое всем нам хорошо известно. Любое письмо, где первым делом, ну вот здесь, например, обращение Дейвы Сёрча, то есть дорогой ученый, дорогой исследователь, но вообще обычно к вам обращается прям по имени, что производит на всех неизменно хорошее впечатление, мы так устроены психологически, нам приятно, что к нам лично обращаются, нас заметили. Дальше еще более приятно, потому что нам сообщают, что мы прочитали какую-то вашу там публикацию, но нам так понравилось, что мы хотим вас публиковать на своих страницах. Это безумно все приятно, но здесь нужно немножко задуматься. Может быть ситуация, когда к вам приходит действительно какое-то пригласительное письмо. В теории такое может быть. От нормального журнала, потому что бывают ситуации, когда, например, журнал либо новый, либо маленький, и он действительно ищет каких-то авторов, которые с его точки зрения ему могли бы подходить. Но тогда у вас должно быть хотя бы представление какое-то, откуда этот контакт у этого журнала может появиться. Вот такие рассылки, как правило, делаются совершенно иначе. То есть мошенники просто снимают всю информацию по площадке человека и вообще про имени и так далее, и так далее, из существующих публикаций, существующих нормальных журналов. И дальше делают просылку по всем этим контактам. Вот и все. Значит, на что здесь нужно обращать внимание? Ну вот сейчас мы как раз будем с вами говорить про всякие разные метрики и странности. Ну, во-первых, здесь дается обещание, это вот, кстати, письмо от того самого журнала, которое я первым спритшотом показывала вам. Здесь дается обещание, что статья будет опубликована в течение суток после приема публикации. Ну это супер быстро. Ну это как раз тот самый признак, который вас должен прям сразу оттолкнуть от такого письма. И дальше журнал сообщает какие-то цифры. И вот про эти цифры давайте поговорим. Во-первых, если вы будете искать журнал по таму АССН, который вы здесь даете, вот здесь дается, вы его найдете. У этого журнала действительно, ну как бы у журнала, да, действительно есть АССН. АССН – это обязательный признак любого научного издания, но этот признак технический, это не признак качества. Кто угодно может получить АССН, это несложно, недорого, и, собственно, они это и сделают. Да, поэтому в данном случае АССР как бы да, он обязательный без журнала, но он ничего вам не гарантирует совсем. Дальше дается номер DOI. Значит, что это такое? Это, с одной стороны, вроде как совершенно легитимная вещь. Это идентификатор цифрового объекта, но на самом деле DOI – номер, который у журнала может быть, и у многих журналов он тоже есть, но он гораздо более важен для статей, потому что этот номер позволяет быстро найти статью, если, например, домен изначально переехал, то есть вы менял адрес в интернете. Сейчас, как вы знаете, для всех статей обязательно иметь DOI, это как правильное крепление, собственно говоря, и журналов. По этой причине, в данном случае, вам эта информация не дает тоже ничего. А вот дальше начинается весело. Значит, дальше дается импат-фактор. Импат-фактор – это только наша метрика, то есть в этом случае, если журнал сообщает, что у него такой-то импат-фактор, первое, что вы делаете, вы идете к нам на платформу, прямо к нам, и смотрите, есть у нас этот журнал, и есть у него импат-фактор. Это очень простая проверка. У этого журнала нет ни импат-фактора, и его смогу у нас на платформе нет. То есть это очень просто. А дальше еще более весело. Дальше сообщается, что у журнала есть Thompson Reuters Researcher ID. Thompson Reuters – это название нашей компании когда-то, Researcher ID – это наш инструмент, это все так. Однако маленькая деталь заключается в том, что Researcher ID – это идентификатор автора, а не журнала. У журналов, в принципе, не бывает Researcher ID. Кстати, у кого-то из присутствующих есть Researcher ID? Нет, ну, сейчас поговорим про это. Ну и обращайте внимание на электронный адрес, потому что это не стопроцентный признак. Безусловно, бывает такое, что по каким-то там своим соображениям главного редактора электронный адрес может жить на Gmail, но вообще-то немножко странно, потому что должен быть корпоративный электронный адрес, как сотрудника журнала. Вот давайте поговорим про метрики. Значит, еще раз повторюсь, что… Это пока лобберу. Что импакт-фактор – это метрика, которая рассчитывается… Не, неправильно сформулировала. Импакт-фактор – это международная метрика, которая рассчитывается только нами. Значит, почему я так перефоргулирую? Потому что вы импакт-фактор еще найдете у e-library, то есть если вы пойдете в e-library, то вы там увидите, что они рассчитывают импакт-фактор для своих журналов. В чем разница между их импакт-фактором и нашим? Значит, они просто берут нашу формулу, она простая, все я покажу, кто угодно его может рассчитать. Но это не международная признанная метрика. То есть международная признана только наша метрика, и поэтому каждый раз идите просто к нам на платформу и проверяйте. Вот все остальные названия, которые вы здесь видите, они взяты из реальных писем, всякие эти глобальные импакт-факторы, даже космические есть и так далее. Это все непонятно что. То есть проблема с этими метриками заключается в том, что никто не знает, кто и как это рассчитывает. Кроме того, помимо некорректных метрик, может быть еще, собственно, какое некорректное доведение. Например, есть такой польский проект, который называется «Индекс Коперникус». Это такая попытка создания альтернативного рейтинга в основном польских журналов. И сейчас «Индекс Коперникус» очень активно действует на территории СНГ, просто имеете в виду, а что они делают, они вот такие пригласительные письма рассылают с приглашением публиковаться в своих журналах. Проблема с ними только в том, что совершенно непонятно, как они оценивают качество этих журналов, ну и, соответственно, непонятно, где вы будете публиковаться в этих областях. Значит, как рассчитывать «Индекс Коперникус»? Рассчитывать это действительно просто. И вся эта информация есть в нашем инструменте, который называется «JCR». Опять-таки, если вы обращали внимание, в «Индлайбраре» напротив журналов часто стоит «Индекс Коперникус» «JCR». Вот это, собственно, наш инструмент, где собрана вся информация по всем журналам «ЦИндекс Коперникус». Значит, «Индекс Коперникус» рассчитывается, как я уже сказала, просто. Сейчас существует последний «Индекс Коперникус» за 2018 год. Соответственно, для того, чтобы получить его, мы берем общее количество цитирований на данный журнал в 2018 году и делим на общее количество публикаций этого журнала за предыдущие два года. «Индекс Коперникус» может рассчитываться на любой срок. На самом деле, у нас на платформе рассчитывается и однолетний «Индекс Коперникус» и пятилетний, для того, чтобы посмотреть некий период времени, в течение которого меняется цитируемый журнал, как она растет. Но стандартно так установилось, что стандартным импакт-фактором является регулятор. То есть это просто простота формулы и традиции, не более того. Импакт-фактор простая метрика с одной стороны, но у нее есть большой недостаток. Это абсолютная метрика. Вот если я вам скажу, что у нас есть какой-нибудь инструмент, журнал по правам, у которого такой-то импакт-фактор, и журнал по математике, у которого такой-то импакт-фактор. Вот по самим значениям импакт-фактора мы сможем понять, какой из этих журналов более влиятельный в своей области. Сложный вопрос. Ответа нет. Потому что для того, чтобы понять, что вам, собственно, дает само значение импакт-фактора, вы должны понимать средние значения в области. Но, соответственно, сама циферка вам мало о чем скажет, потому что для этого нам нужно понять, собственно, с чем мы сравниваем. Так вот, импакт-фактор не очень хороший, если мы сравниваем журналы из разных областей. Но есть относительная метрика, которая как раз вам поможет ориентироваться в этом случае. Это так называемый квартиль. Я сейчас буду говорить про то, как у нас в квартале рассчитываются. Слово «квартили» используется не только нами. В других, соответственно, подобных базах данных они иначе это рассчитывают. Что такое «наш квартиль»? Мы берем 100% всех журналов с импакт-факторами и делим их на 4 четверти по уровню цитируемости. Соответственно, если журнал относится к первым 25% по уровню цитируемости, то это журнал первого квартиля, к второму 25% и так далее. Так вот, если у нас есть журнал, например, по праву первого квартиля и журнал по математике четвертого квартиля, вот здесь мы точно можем сказать, что журнал по праву сильно лучше. Потому что он относится к первым 25% по цитируемости в своей области. Поэтому «квартия» в этом смысле очень хорошая метрика. Она такая понятная очень. Да, я скажу еще такую вещь. Значит, особенно в гуманитарии довольно сложно опубликоваться в журналах первого квартиля. Прежде всего, потому что гуманитарных журналов первого квартиля довольно мало. Это нужно понимать. И, с одной стороны, это как бы огорчительно звучит, но на самом деле огорчаться не стоит, потому что, и это мы всегда с вами пользователем говорим, обращайте внимание на публикации в журналах третьего и четвертого квартиля по одной простой причине. Если у журнала есть квартиль, то есть имбург фактор, это означает, что это уже хороший журнал, и это означает одновременно, что публиковаться ему будет все-таки проще, чем журналы первого квартиля, потому что отсев статей в журнале не такой жесткий. Он более реалистичный с точки зрения именно приобретения этого опыта публикации в сайтах. В журналах первого квартиля отсев статей может достигать 95-98%, то есть это в общем довольно фантастические цифры. Понятно, что туда пробиться довольно сложно. А журналы третьего и четвертого квартиля они в общем-то хороши. Ну вот теперь переходим к тому, как искать и проверять журнал. Значит, если еще раз вы ищете конкретный журнал, вы просто идете на платформу, выбираете тип поиска названия издания, вбиваете название журнала по-английски в строку поиска, ну и дальше вот соответственно это тот самый журнал, который я первым скриншотом вам показывала. Систему вам выдает, что такого журнала у нас нет. Кроме того, у нас есть инструмент специализированный. Я вам про него немножко расскажу. Он не входит в национальную подписку, его организации покупают в настоятельном случае необходимости. Он очень хорош и удобен именно для работы журналами с инфекфакторами. Это так называемый JCR наш или Journal Citation Reports. Это тот инструмент, где собрана вся информация, как все журналы с инфекфакторами, которые у нас есть. Что вы в этом инструменте можете делать? Вы можете, во-первых, разбить, например, журналы по категориям, посмотрели, те журналы с инфекфакторами, которые по вашей категории, по вашим, скорее, категориям публикуются. Дальше вы можете посмотреть всю информацию по их индексации за все годы индексации, она там открыта. Сами можете посчитать импакт-фактор, формулы простейшие, как вы увидели. Вся эта информация там есть, видите, цифры, то есть вы все это можете сами сделать. Но самое важное, вы можете, соответственно, создавать там списки таких журналов вас интересующих, и плюс вы можете посмотреть еще список исключенных журналов из, соответственно, этой базы. Если вы производите поиск у вас на платформе, глазами вы можете иногда очень просто убедиться в том, чтобы с таким журналом вы имейте дело. Вот так выглядят результаты поиска. Ну, вот здесь запрос был некий сделал, сейчас у вас список из 49 публикаций, вот они здесь там вниз дальше идут. Соответственно, почему я вам это показываю? Вот здесь идет название журнала. Если название журнала в результатах поиска является гиперссылкой, то есть оно синим выделено, здесь может быть это не очень видно, но потом вы можете зайти просто в алфон и смотреть, как это работает. И кликабельно, соответственно, если вы подведете курсор, то откроется вот такое окошко со всей информацией по импут-фактору этого журнала и квартию журнала по категориям, к которым журнал приписан, и по рангам этого журнала в этих категориях. Еще раз повторю, если название журнала является гиперссылкой, это точно означает, что у журнала есть импут-фактор, а значит и квартия. То есть глазами это можно таким образом просто выделить и понять. Важная информация еще относительно того, какого рода посредничество, скажем так, этически беспроблемно с точки зрения научной этики. Сейчас вам можно предлагать, например, ну, скажем, понятно, что у наших авторов довольно большой языковой барьер, и, естественно, есть большой страх, что это помешает публикации, скажем, на английском в международном журнале, ну и так далее. Поэтому выявляет законное количество посредников, которые предлагают всякие разные, значит, услуги. Вот давайте про них поговорим. Какие в этом смысле услуги допустимы, какие нет. Абсолютно допустимой посредничеством услугой является перевод и редактура. Вот это абсолютно легитимная вещь. На сайте больших научных издательств они сами предлагают такие, собственно говоря, услуги. Вот этим услугами очень имеет смысл воспользоваться, потому что тогда ваша статья будет округлена ровно так, как надо. Сразу же скажу еще такую вещь. Наши авторы довольно часто отступают из тех представителей, где надо. Например, человек отослал свою статью в английский, англоязычную статью в международный журнал, и ему пришел от редактора ответ с просьбой переписать полностью эту статью, там, с такими все исчеркнуто красным, условно говоря. Как правило, на этом и так наши авторы ломаются, ну и как бы возмущаются и в качестве огорчаются, а на самом деле это еще как шеплина. Это означает, что редактор готов опубликовать эту статью, но только нужно поработать с языком. Вот это вещь абсолютно техническая. Понятно, что это требует инвестиций, времени, усилий и так далее, но эти инвестиции абсолютно оправданы. Вот в этом случае нужно не огорчаться, а радоваться, потому что это в общем согласие на публикацию. И в таком случае к таким посредникам не имеет смысла обратиться. Но, к сожалению, на этом такие компании не останавливаются. Вот здесь вы видите рекламу. Компания, она украинская, значит, она очень активная и в России тоже действует. Это называется международная редакция. И на своем сайте они продают весь паркет услуг как бы посредничества, включая просто иногда написание статьи. Ну, то есть про это понятно, что уже не посредничество это другими вещами называются. Но, тем не менее, они обязуются, причем их ранжирование это естественно по цене, это понятно. Они обязуются, что они будут всю коммуникацию вести журналом за вас. На это тоже соглашаться не надо, потому что коммуникация журналом вот это в чистом виде ответственность автора. То есть вот это уже совершенно не отпустимые вещи. Ну, то есть обращайте внимание и на такие вещи тоже. Ну, и последнее, собственно, что теперь практического я не могу сказать по поводу подбора журнала. Какие инструменты у нас на платформе по подбору журнала есть? Во-первых, очень важная еще такая вещь, сложность для российских авторов публикации международных журналов еще заключается в том, что у нас совершенно другая местная публикационная традиция. То есть какая у нас традиция? У нас, как правило, были вакуские списки журналов, дальше автор выбирал из этого списка какой-нибудь журнал, и дальше просто отсылал куда стать. Вот так это у нас работало. Современный журнальный мир он устроен иначе по очень многим причинам, в частности потому, что даже издание журналов международных на Западе, например, и, скажем так, в остальном мире обстоит иначе, чем в России. А кто выпускает международные, там, или не обязательно международные, но научные журналы в России? Этим занимаются различные научные организации, университеты, как правило, имеют журналы, какие-то научно-исследовательские институты и так далее. На Западе ситуация совершенно другая. Там издательским делом занимаются большие издательские компании, вовсе не университеты, и поэтому авторы из разных университетов они как бы нейтрально журнал посылают свои статьи, и вот в этом собственно случается конкуренция. Поэтому когда мы проводим такие тренинги, мы всегда о своем пользователе говорим очень простую мысль, она на самом деле довольно долго усваивается, потому что привычка совершенно другая. Как и то ни странно, написание статьи начинается не с написания статьи, а с подбора журнала, потому что в идеале, если мы посылаем статью, например, нам приходит отказ, и дальше нам нужно эту статью поставить в какой-то другой журнал. Даже в этом случае мы переписываем эту статью по требованию второго журнала. Так вот, начинается публикация международная с того, что вы подбираете те же главы, где вы хотели публиковаться. И вот теперь какие у нас инструменты здесь есть. Значит, у нас их есть четыре на самом деле. Они все специализированы по разным направлениям, но тем не менее. Первое, во-первых, когда вы проводите поиск у нас в центральной коллекции, там есть фильтр названия изданий. Когда вы провели поиск, который вас полностью устраивает, вы выставили все эти фильтры, отсекли все ненужные публикации, собрали какую-то набор кодинатуры, который вас полностью устраивает. Дальше вы запустите фильтр названия изданий и видите все те журналы, которые были опубликованы на этих публикациях. Таким образом, у вас появляется первичный список тех журналов, которые вас могут интересовать. Второе, если вы прицельно работаете с журналами с эффект-факторами, это тот самый наш инструмент GCR, он очень просто устроен. Там есть закладка по журналам и по категориям. Соответственно, если вы зайдете в закладку по журналам, вы увидите весь список полный журналов с эффект-фактором, но если вы подбираете это для себя, наверное, имеет смысл идти в закладку по категориям сразу для того, чтобы выставить те категории, которые вас интересуют, ну и, соответственно, получить список всех журналов с эффект-фактором. Кроме того, есть в нашем библиографическом менеджере, а он бесплатный и общедоступный, с ним очень удобно работать, как раз имею личный профиль у нас на платформе. Там есть закладка, которая называется Match, то есть подбор. Она очень хорошая и очень эффектная. Если у вас только как текст вашей статьи и вы не знаете в общем целом где подвиховаться, вы вводите на странице, я потом покажу, где это есть, значит, вы там вводите название своей статьи, аннотацию своей статьи и библиографию, если она прикреплена в Node, в поля соответствующие и дальше на основе анализа ключевых слов того, что у вас там есть, система вам выдает 10 инвентфакторных журналов, где есть похожие публикации с точки зрения анализа ключевых слов. И дальше естественно нет никакой гарантии, что вы сразу можете опубликоваться в этих журналах, но что имеет смысл делать дальше? Это очень сильно расширяет просто такое исследование журнального мира своего. Дальше вы выходите просто там же на сайт, там есть ссылка на сайт этих журналов, смотрите, что там публиковалось действительно ли вам журнал подходит, очень может быть, что это подойдет, но на самом деле имеет смысл вообще посмотреть, где комплектуются такие статьи. Ну и у нас сейчас прекрасно еще мастер Джонни Лист, он живет у нас отдельной жизни, я опять-таки сейчас покажу, там собрана вся информация по всем индексируемым в нашей базе данных журналов, и там как раз очень удобно выставлять фильтры по стране, по категории, по всем указателям, которые у нас есть и так далее. Сейчас вот я это все покажу. Значит, как выглядит поиск, во-первых. Еще раз, вы проводите поиск, это отдельная большая тема, как проводится поиск у нас на платформе, я сейчас по этому не буду специально про это говорить, напомню вам еще раз, что 18 февраля у вас начинаются вебинары, и вы можете собственно там участвовать, если там все это подробно написывается. Ну вот, скажем, провели мы такой поиск, отфильтровали всю информацию как надо. Еще раз напоминаю, что если название журнала при таком поиске вот в записи выделено как киперсилла, это означает, что у этого журнала точно есть импульфактор. И, соответственно, вы можете посмотреть всю информацию и просто нажать на киперсиллу. Кроме того, если вас устраивает тот поиск, который мы сделали, вы можете там же создать оповещение о поиске, да, и тогда вам про все налинки, которые соответствуют вашим критериям поиска, будет приходить с информацией просто электронной почтой. Сейчас, я просто иду. Вы, естественно, оповещение потом можете удалить. Это тоже важная информация, чтобы она вас больше не раздражала. JCR, про который я все это время рассказывала, вот так выглядит страничка JCR. Вот это те самые призапланты, про которые я говорила. То есть, либо по журнал, либо по категориям. В данном случае на первом месте вы видите журнал с наибольшим фактором, и все это выстраивается, как вы его выстроите. Вы можете журналы дальше анализировать по всем метрикам, которые есть. Вот про эти самые метрики давайте поговорим, просто чтобы у вас было представление. Совсем немножко времени осталось, я вижу уже, что все устали, это же сложности поднимать на слух. Да, очень много информации. Вы всегда, кстати, в доступе, если у вас какие-то вопросы будут интересовать, вы, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы всегда сразу с этой чайной. Но просто про метрики я почему-то хочу про это все-таки сказать, чтобы у вас не было ощущения просто цифра-цифра-цифра, за этими цифрами есть некий смысл. Ну вот давайте про этот смысл поговорим. Значит, такую картинку вы можете найти про каждый журнал, который у нас содержится в JCR. У вашей организации настолько и актуальные подписки на JCR нет, но вы можете зайти просто в организацию, где такая подписка есть и, собственно, соответственно, и пользоваться. Значит, что там вы видите? Вы видите всю информацию по журналу за все годы индексации. Вы можете посмотреть общее количество цитирований на данный журнал по всем годам. Ипот-фактор этого журнала напоминает, что традиционный ипот-фактор на двух лет, и он охватывает в двух летний период. Ипот-фактор с учетом самоцитирования. Это очень важная информация. Журналы сейчас хитрецы, разные вещи делают, не очень хорошие, но для меня журнал может просто накручивать себе цитированность. Журнал может входить в сговор с другими журналами, скажем, два или три журнала договариваются, что авторы этих журналов цитируют друг друга. Но в общем, в целом, я думаю, что вы такое смешные, скорее всего. Вот, это позволяет посмотреть, а что, собственно, с цитированностью этого журнала, если вычесть все самоцитирование. Здоровым уровнем самоцитирования считается 10-15%. Все, что выше, вызывает уже вопросы, просто на всякий случай. 5-летний импакт-фактор это интересная метрика для тех областей, где цитируемость растет очень медленно. Ну, скажем, для математики. Там у них стандартные низкие импакт-факторы и они медленно растут. Вот, вместо двух лет нужно посмотреть на 5-летнем сроке, собственно, что там происходит. Наоборот, 1-летний импакт-фактор, который у нас называется индексом оперативности, это, наоборот, интересно для тех областей, где цитируемость растет очень быстро. Ну, скажем, в софтехнологичной области, химике, физике, все области, которые, собственно, делают какие-то очень-таки быстрые и быстроменяющиеся исследования в больших коллаборациях в особенном, да, и поэтому цитируемость там растет быстро. Количество, в принципе, цитирующихся статей в журнале тоже важной информации, потому что даже у самых цитирующихся журналов мира на самом деле большой процент статей, которые не цитирует никто. Это тоже нужно понимать, и поэтому нужно посмотреть просто на соотношение статей, которые действительно читают в этом журнале. Про эти метки я сейчас не буду подробно говорить. Скажу еще про Айгенфактор. Это хитрая такая метрика, она гостевая, ее рассчитаны не мы, это делает лаборатория в Вашингтонском университете, штат Вашингтона, я имею в виду, они сидят в Сиэрхе, у них есть отдельный сайт, там можно посмотреть, она очень сложно рассчитывается, смысл ее вот какой. Айгенфактор позволяет посмотреть не просто на цитируемый журнал, что делает Айгенфактор, да, позволяет посмотреть, откуда это цитирование приходит. И, соответственно, увидеть, что на журнал ссылаются либо журналы с большей цитируемостью, с большим престижем, либо с меньшим. Для каких журналов это имеет смысл? Ну, это не имеет смысл, например, опять-таки, для первых пяти процентов журналов мира, да, потому что абсолютное большинство цитируем, естественно, на них приходится и журналы менее рульяльные, это понятно. Но это очень интересная информация для журналов-середнячков. Вот на них очень интересно смотреть. Вот такие небольшие специализированные журналы, которые, тем не менее, очень хорошо читаются научным сообществом, да, то есть он не является там каким-то супер-купер журналом первого квартеля, но он хороший, качественный, профессиональный журнал, который вполне себе читается. Это я пропущу и покажу еще, наверное, да, значит, вот так выглядит наш библиографический менеджер EndNote. Вот он живет здесь, сейчас я еще открою просто окошко нашей платформы и покажу, где там же он находится. Это вот та самая функция NETCH, про которую я говорила, и здесь три поля. Соответственно, вот еще раз повторю, для чего эта функция NETCH, если у вас на руках статья, про которую вы хотели бы знать, где это, в принципе, можно опубликовать, вы открываете эту функцию NETCH в НДУ, ввозите название статьи по-английски, аннотацию своей статьи по-английски, что такое аннотация и название, это, собственно, основной источник ключевых слов, да, и дальше система вам сейчас выдаёт 10 журналов, вот так вот выглядит, здесь их 10, можете открывать их, значит, и она выдаёт 10 журналов на основе анализа этих ключевых слов, вот сами ключевые слова, которые, собственно, система анализировала, в данном случае, вот название журнала, которое предлагается, вот категории, к которым журнал приписан, это рамка журнала в каждой из этих категорий, квартир, и здесь же сдаётся сразу ссылка на сайт журнала, так вот их 10 штук, соответственно, вы можете просто походить и посмотреть, а где же публикуются подобные статьи. Ну, и вот последний, четвёртый способ, этот способ я просто оставлю в презентации, он у вас будет, сейчас покажу, как его искать, это там называемый мастер джурнала лист. Это уже живёт не на нашей платформе веб-сайт, а на нашем одноязычном сайте. Самый простой способ, как его найти. Вот теперь презентация уже закончилась, я поздравляю, мы дошли до конца, единственное, что я вам сейчас покажу, собственно, как вывести наша платформа, и как искать этот самый мастер джурнала лист. Вы идёте, открываете любой браузер, набираете там мастер джурнала лист, и первая же ссылка, которая откроется, она вас выведет вот сюда, я просто это уже открыла, чтобы это не делать, да, значит, что вы здесь видите, если у вас есть личный профиль у нас на платформе, то дальше по этому уже вадимый пароль, и вы сможете войти еще там, просто чтобы вы знали, более мусорная штука. Значит, вы можете сразу нажать на эту кнопочку Search Jurnals, потому что дальше вы окажетесь на вот такой страничке, во-первых, тут вы видите, какое количество журналов сейчас, их даже больше оказалось у нас, значит, сейчас уже 24 тысячи журналов у нас на платформе индексируются, да, это все-все-все эти журналы, дальше вы можете выставлять тот, соответственно, указатель, который вас интересует в центральной коллекции, ну, в вашем случае это может быть, собственно, два указателя, это может быть либо Social Sciences, да, либо Energy Sources, новые журналы по другим факторам. Вот, результатов уже 11 тысяч, обратите внимание. Дальше, вы можете, например, поинтересоваться категориями, еще раз повторю, что вот, перед тем, как это делать, я вам очень рекомендую провести тематический поиск у нас на платформе, и посмотреть, в принципе, каким категориям приписаны те журналы, которые публикуют статьи, поинтересующие вас темы, вы сильно удивитесь, категории сильно больше, чем правые или еще что-то похожие, да, это могут быть региональные исследования, потому что довольно часто какие-то сноси публикуются в журналах, которые занимаются исследованием какой-то ситуации в конкретном регионе, да, и так далее, и так далее, то есть вам нужно набрать вот этот список категорий, который вас, в принципе, может интересовать, но в данном случае мы можем выбрать, например, а, давайте еще такую штуку сделаем, вот здесь можно искать либо по названию журнала, либо по ключевым словам, вот если я отвлеку, ну, первое, что приходит в голову, да, лор и лейтл по-английски, это те слова, которые могут входить в название журнала, давайте посмотрим, что будет, я нажимаю search, вот, пожалуйста, у нас 532 журнала обнаружено, можно посмотреть, например, какое количество из этих журналов российские, здесь подсказка сразу появляется, 9 результатов начали из России, и, соответственно, здесь в записи вы сразу увидите, в какой указатель сакральная коллекция выходит, это emerging sources, да, вы можете сразу посмотреть, обратите внимание, здесь еще стоит указатель, является журналом открытого доступа, вот этот оранжевый изнак, это открытого доступа, что это означает для автора, проверочный вопрос, авторский износ, то есть деньги, значит, если журнал открытого доступа, то автор пласть деньги в 100% в случае, дальше вы можете просто выйти на сайт этого журнала, а, я сейчас не могу это сделать, потому что я не в своем профиле, но чем хорошим будет выход на соответственно профиль этого журнала здесь, там дальше вы увидите ссылочки прямо непосредственно на сайт самого журнала, как вы уже поняли, это важно ходить по правильным сайтам, потому что всякое бывает с журналами, вернусь тогда сюда, да, это, скорее всего, традиционный журнал, это означает, что, скорее всего, там нет авторского износа, но вообще, в принципе, такие вопросы всегда лучше перепроверять на сайте самого журнала, потому что у них это в условиях для публикации примитив текстов сказанных, вот, кажется, все, теперь совсем все, если есть какие-то вопросы, то с радостью отвечу, еще раз вас приглашу на наши вебинары, да. А вот мне интересны вопросы в шутке радио, вот, например, такое издание, как «Танцузская региона» искать о моем праве, вы можете здесь найти? Вы мне сейчас задаете хитрый вопрос, я понимаю, проблема в том, что, как вы понимаете, я про все журналы не могу себе ничего сказать. Но если он входит в нашу базу данных, он здесь есть, конечно, потому что я знаю, входит. в Франции это родина не как-то это угроза, а в продуктах и в реальность это угроза, это главное в научном дизайне, для того, чтобы республикировать именно ресерч. Хорошо. Вопрос. Где-то индексирование? А вы можете сами посмотреть. Собственно, это вот первый ответ, а второй ответ, еще раз вам просто напомню, что это не мы выбираем журналы для включения в коллекцию, они должны с нами как минимум связаться. То есть я по конкретному журналу по этой причине не могу ничего сказать, потому что я просто не знаю эту историю. Ну то есть, посмотрите, может быть, он у нас есть. Соответственно, нужно просто ввести название, иначе. Много информации, да. Давайте я вам покажу, где можно и нужно, еще раз повторю, просто для того, чтобы пользоваться. Да, еще такая важная вещь. Значит, есть несколько таких, как бы сказать, неправильных пониманий. Вот еще раз повторю, что мы реферативная база данных, вся эта информация про публикацию у вас на английском, это правда. Но, публикация сама может быть на любом языке, вот это нужно понимать. Поэтому, из этого следует, во-первых, такой совет практический, делать голосарий английских ключевых слов по своей теме. То есть, посмотреть, вот интересующие вас публикации на английском языке, какие ключевые слова они, прям так их и использовать, и в своих публикациях, соответственно, и при поиске. Это первое. Второе. Собственно, создать такой списочек журналов для себя, которые вас интересуют на английском языке, на русском языке, как угодно, просто выходя по нашей базе. Где теперь, собственно, можно сделать этот самый профиль, про который я говорила, который вам даст удаленный доступ. Я еще раз повторю. Вот здесь наверху, сейчас вы видите мое имя, потому что я уже вошла в свой профиль. Кстати, давайте посмотрим, что у нас в вас есть данные. У вас, кстати, пока в доступе есть RSCI, там вы можете поиски пока проводить по... Я впечатлую пока, потому что он, в принципе, у вас не ходит в сценарий по подписку. Это был такой демный доступ для университетов, но пока пользуйтесь, пока он есть. Там поиск можно делать по-русски, то есть ради того, делайте. И, соответственно, если бы я сейчас не вошла в свой профиль, вот здесь была бы еще кнопочка регистрация. То есть туда просто сходите с любого рабочего компьютера организации вашей, сделайте себе такой профиль и дальше, по тому же логин и пароли, вы будете входить во все ваши инструменты. В частности, в EndNote, в Master Journal List, в GCR, где вы окажетесь в организации доступа, ну и так далее. но я вас хочу просто в конце призвать к тому, чтобы вы нами пользовались, потому что информацией вы удивитесь, как много полезной информации там есть, и информация действительно, которая вам к помощи во всех смыслах, и, собственно, для этого проводим такие вебинары и семинары, чтобы у людей не возникало ощущение, что это какая-то ненужная вещь, а это действительно довольно нужная в исследовании вещь, необходимая даже. Так, все как-то так молча сидят. Тишина. Ну, я вот жду вопросов, потому что вопрос это всегда хороший признак. Отсутствие вопросов признаков будет очень хорошим, я не знаю. Если вы знаете, какие-то соединенные, просто по поводности системы, вы отказались, что вы там участвовали? Да, но она отрезка, я бы даже сказал. Маркет? Да. Вы можете этот эксперимент естественно стоять, но я не могу, что это так случилось. Я не знаю, что он участвует. Просто... Ну, в смысле, а что, вы мне хотели поставить ситуацию, когда я не найду какой-то журнаут, а огромное количество журнаут не входит в нашу базу данных. Это, собственно, не то чтобы какая-то 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 вещь. Если вопросов больше нет, еще раз я повторю, что все контактные данные будут в этой презентации. Я от PDF-файл в презентации организаторов. Если они у вас будут, пишите, звоните, мы всегда с радостью общаем. Вот. И, соответственно, еще раз, вебинары у нас действительно очень полезные в этом смысле, поэтому приходите. Мы их повторяем каждый из вебинаров в разное время, два раза, поэтому вы можете просто выбрать удобное для себя время, и, соответственно, дайте это. Все. Спасибо вам большое. Спасибо.